Все дети с нетерпением ждали летних каникул. А вот для родителей это время всегда ассоциируется с определенными трудностями. Ведь им приходится самостоятельно организовывать досуг своего ребенка. Чем же занять малыша на каникулах, да еще чтобы это пошло на пользу здоровью, расскажут наши корреспонденты. Лето – удивительная пора, когда детям можно вдоволь гулять, бегать, прыгать, веселиться. Именно в этот период они много времени проводят на воздухе. И очень важно так организовать каникулы детей, чтобы они были наполнены чем-то очень интересным и запоминающимся. Кроме того, они должны приносить пользу детскому здоровью. На помощь приходит организация летней оздоровительной компании Славянской центральной районной больницей. В нашем районе она проходит по двум направлениям. На базе амбулаторно-поликлинических учреждений и в санаторных группах лагерей дневного пребывания при школах. В МБУ Славянская ЦРБ оздоровление проходит по нескольким направлениям. Но одно из направлений – это амбулаторно-поликлиническая, когда родители с детьми приходят к участковым педиатрам. Участковые педиатры разрабатывают индивидуальный план оздоровления для каждого ребенка. Здесь берутся группы детей первой, второй, третьей, четвертой и пятой группы здоровья, включая детей инвалидов с различной патологией. Дети проходят до обследования, им разрабатывается план, даются рекомендации. Рекомендации включают в себя режим, питание, диетическое питание, медикаментозное противорецидивное лечение, закаливающие мероприятия, физиотерапия, массаж. То есть индивидуально для каждого ребенка. Так, за два летних месяца амбулаторное оздоровление прошло порядка двух тысяч детей. В лагерях дневного пребывания одно из направлений работы направлено на сохранение и укрепление здоровья детей. Ежедневно проводится утренняя гимнастика в течение 10-15 минут. В хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемом спортивном зале. Уже с первого дня заезда для школьников проводятся спортивные соревнования, веселые эстафеты, дни здоровья, различные беседы о здоровом образе жизни. И, конечно же, путешествие в детский лагерь начинается с осмотра фельдшера. В этом году на базе нашей школы отдыхают 191 ребенок. Есть детки, которые находятся в диспансерной группе. По назначению врача-педиатра им назначен ряд медикаментов, которые они получают для профилактического лечения с целью оздоровления. Точно так же мы проводим деткам, рассказываем, беседы проводим, ознакомливаемся вот такими памятками при отравлениях, как вести себя на воде, как для профилактики ожогов, в том же плане и солнечных. Время у нас стоит сейчас жаркое, знойное, поэтому они очень с интересом это все слушают. Так, во время летних каникул в школах Славинского района медикаментозное противорецидивное лечение получили около 1300 детей. А тем, кто не посещает лагеря дневного пребывания при школах, рекомендуется пройти осмотр врача-педиатра. Получив консультацию, врач даст рекомендации и, если необходимо, назначит лечение. Лечебные процедуры можно пройти в детском физиотерапевтическом кабинете. Он оснащен всем необходимым оборудованием для проведения различных процедур в целях профилактики и лечения заболеваний. Хорошие санитарно-гигиенические условия, уют и внимательное отношение медперсонала к детям создают у них бодрое, радостное настроение. А это имеет большое значение для эффективного лечения. Приходят по направлению, отпускаем процедуры, такие как куф-куф делаем, носа и глотки облучения кварцевая, ультразвуковая терапия, амплипульс терапия, ОВЧ терапия, электрофорестрия хорошо применяется. После проведенного лечения дети идут на контрольный прием к врачу в поликлинику. При необходимости проходят повторный курс. Лето – это маленькая жизнь, а значит прожить ее надо с пользой для здоровья ваших детей. Благо в Славянском районе для этого созданы все условия. Впереди новый учебный год, а значит надо запастись новыми силами. Надежда Калинина, Игорь Ванчугов, программа «События».